Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня телеведущий, писатель, народный артист России Леонид Якубович. Леонид Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Для тех, кто звонит из-за рубежа код плюс 371, можно также писать вопросы по WhatsApp 230-6191. Леонид Аркадьевич, ну вот я представила вас как писателя, и вы говорите, есть мир, в котором я живу чаще, чем здесь. Это когда я книги пишу. Более того, вы говорите о том, что когда вы пишете, ну вот цитирую опять же ваше интервью, вам кажется, что это не вы, а кто-то ретранслирует, кто-то вводит. Вот так вы выразились. То есть вы иногда удивляетесь тому, что написано на бумаге? Стихи, да. Прозу меньше. Прозу я могу предположить, я ее формулирую, я ее придумываю, я ее фантазирую. А стихи, я просто вижу, как рука сама ходит по бумаге, я не понимаю, как это происходит, и не помню ни одного слова. Хотя написал уже очень много, и опубликовал много, я ни одного слова не помню. Абсолютно точно, это многие могут сказать. Какой-то наите. Иногда приходит, иногда уходит. И хоть треснет вдруг, раз и все, как оборвалось. А иногда вдруг ночами пишется и пишется. Непонятно. Необъяснимо. Не пугает это состояние, когда рука знает, а мозг не осознает? Скорее восхищает. Потому что это такое, ну в общем, какое-то эротическое наслаждение. Потрясающе. Совершенно какая-то воздушность, такая влюбленность в жизнь. Невозможно описать. Ну вот Людмила Улицкая, которая была в нашей студии, она говорила, что после каждой написанной книги она как будто умирает. И всегда говорит о том, что я вот даже не могу думать о следующей. Потому что книга это такая целая жизнь, которую я прожила. И вот отпустив ее, я вот нахожусь в таком состоянии пространства. Могу сказать вам другими словами. У меня представление об этом, вот как лошадь, которая пришла первой. Такой международный приз. То есть ощущение триумфа. И цветы похлопывают по шее. Все вокруг фотоаппараты. Через секунду опять в это стоило. И как будто уже никогда не выйдешь на дорожку. Уже, конечно, никогда не победишь. Такое опустошение. И так жалко расставаться. Просто невероятно. Как будто ребенок уходит из дома. И цепляешься за эту рукопись. И жалко отдавать ее. Уже отдал. И невозможно. Это очень странное чувство какой-то дикой потери. Потом все сначала. И ощущение триумфа, оно мимолетное? Да нет этого ощущения. На самом деле оно такое, с течением времени, такое рабочее. Ну да, оно написал. Да, приятно, что хвалят. Приятно, что звонят. Говорят, ой, как смешно. Не спал всю ночь, хохотал. Спасибо. Но это все даже как-то отрывает. А уже начал писать. И эти звонки, они очень приятны. Ну да, конечно, спасибо большое. Ладно, ну все, перезвони. Я сейчас немножко занят. Нет, я не представляю, как в этом можно много купаться. Ну вот вы в своей книге по чуть-чуть как раз начинаете ее с того, что на вас все заканчивается. И там много примеров. Вы рассказываете о том, что я прикажу место. И там история с фонтаном, с Владом Листьевым, когда его жена вас хотела сфотографировать. Кстати, он не работает до сих пор. Мы вот недавно были в Элаке, потом через Тель-Авив возвращались в Москву, фонтан не работает. Вот это ощущение, что все заканчивается, оно пугает вас? Это мелочи все. Это смешно, это забавно. Ну это забавно. Ну я сегодня, например, приехал за город, там ремонт идет. Жена там одна бьется, я тут в Москве работаю, съемки каждый день. И я говорю, дай кофе. Она говорит, только что кофемолка сгорела, кофеварка сгорела, к чертой мать. Нет, я в дом вошел. У меня какой-то эффект демо. Я мимо телевизора прохожу, там рябь. Я не могу этого объяснить. Но это забавно, в мелочах. Зато при мне везет всем. А многие люди ходят на ипподром, в казино, выигрывают всегда. Лишь бы только я их руками не трогал и не спрашивал, как дела. Вот как известно, у Соломона было написано, и это пройдет. Там было, правда, три разных определения. И вот с одним физиком, с которым мы общались в эфире, он сказал, что, на мой взгляд, то, что нужно изучать физиком, это время. Потому что время – это самое необъяснимое. С одной стороны, самое объяснимое, а с другой стороны, самая необъяснимая история. Вот это ваш опыт, что все заканчивается. Можно связать как раз с этим ощущением времени? Или все еще не так глубоко? То есть, с таким успехом можно еще обосновать, почему дождь идет, и почему на голову птичка капнула. Это большое дело. Я не убежден в том, что надо изучать время. Так, я думаю, я не физик, но есть вещи, которые изучить, наверное, нельзя. Как вера. В это надо просто верить, и все. Вера не требует доказательств. И я не представляю себе, как можно, наверное, математически время можно описать, но представить его, пощупать руками, я не представляю себе. Ровно так же, как я не представляю себе, что такое световой год. У нас до следующей планеты там 10 тысяч световых лет. Я не представляю себе расстояние. Они как-то остаются вне всего, вне моей фантазии. Существуют, ну да, я киваю головой, говорю, ай-яй-яй, но мне легче представить себе, что происходит за углом моего дома. А это я не понимаю. Леонид Аркадьевич, ну вот есть такая повесть Ивана Шмелева, «Человек из ресторана» она называется, и Корней Чуковский, как известно, он был и литературным критиком, он отозвался об этой повести. Я вот следующим образом отозвался, и я процитирую его. «Ночь просидишь над ней, промучаешься, настрадаешься, и покажется тебе, что тебя кто-то за что-то простил, приласкал или ты кого-то простил». Вот было ли у вас, может быть, чувство после прочтения какого-то произведения или после написания, что вы или вас простили? Я никогда не думал об этом. Какая странная постановка вопроса. Таких книг много. Книг, которых закрываешь страницу, потом ходишь-ходишь долго-долго, потом открываешь, начинаешь читать кусками, потом в результате она лежит рядом с тобой на тумбочке. У меня есть такая книга. И даже три. «Мастер Маргарита» у меня лежит рядом с кроватью. У меня рядом с кроватью лежит Библия, лежит Тора. Как это ни скранно, лежат три мушкетера, лежит Чехов. У меня целая стопка книг около кровати. Под настроение я открываю и читаю. Иногда кусками... Есть только одна книга, которую я перечитывал несколько раз, как, видимо, многие. То есть ни одна, одна из немногих книг, которую я перечитывал трижды или четырежды, и каждый раз читал заново. Например, «Война и мир». Когда мы в школе проходили, потом дальше, 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 и теперь совершенно другое ощущение. Какая-то пропасть, а не книга. Замечательно. Вот это мне очень нравится, такие открытия совершаешь. А что касается... Что-то я как-то никогда не думал насчет прощения или все прощения. Я несколько раз думал в этом направлении, пытаясь простить всех, на кого когда-нибудь был обижен. Ну да, теоретически я говорил, да, всех простил, но все равно в душе что-то оставалось такое. Какое-то... Ну, вероятно, я до конца не способен на это. Трудные слова написал Чуковский. Очень трудные. Наверное, он глубже чувствовал, чем я. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните. Леонид Якубович у нас сегодня на прямой связи. По скайпу. Также пишите вопросы в WhatsApp 23-0-6-1-9-1. Ну, как известно, вы уже сказали о тех книгах, которые лежат у вас на полке. Но вот у вас есть огромная библиотека дома, по крайней мере, по вашим рассказам, из интервью. Вот в книгах, особенно в антиутопиях, сегодня есть отражение современности? Вот классика, на ваш взгляд, актуальна? Смотря как к ней относиться. Классика на бумаге, то есть литература, актуальна, если в этом были воспитаны дети. Это ведь не просто представление о том, как раньше жили. Это представление о том, как раньше чувствовали. А это совсем другая история. Там примеров очень много. Для того, чтобы читать, скажем, «Войну и мир», надо понимать, что такое институт благородных девиц. Надо понимать, как были воспитаны офицеры. В том числе, между прочим, как они хотели. И кроме понятия офицерской чести, вот эта выправка офицерская, это мало кто знает. Знаете, как это делалось? На погоны, с двух сторон, два полных стакана. И ходить, и не расплескивать. И девочек, утром в 6 часов утра подъем, мыться только холодной водой, и к спине деревяшка привязана, чтобы спина была ровная. А дальше, кроме языка, танцев и всего остального, хорошие книги и хорошие учителя, которые учили... Они их не учили, они их воспитывали. Чего у нас, к сожалению, нет. Образования дофига, а воспитания почти нет. Если так воспитывать, тогда можно об этих книгах говорить, что они современные. Иначе совершенно непонятно, что происходит. Уж тем более совсем непонятно вынос этих произведений на сцену или на экран. Я совершенно этого не принимаю. Это вывернутое прочтение или представление о том, как они мыслили или как они чувствовали. А это очень важно. Потому что чувство всегда важнее слов. Вообще важнее всего чувства. Мысль изреченная, как известно, есть ложь. В некотором смысле. Мы свои чувства словами очень трудно передаем. Для этого нужен какой-то гигантский интеллект и потрясающий словарный запас. Но все равно не до конца. Если уметь чувствовать, тогда действительно это классика современная. Если нет, нет, не получится. Сегодня ведь говорят о том, что современный мир уже не производит гениев. Например, гениев такого масштаба, как Достоевский, Толстой, Пушкин. Согласитесь ли вы с этим? Или для того, чтобы по-настоящему оценить гениальность автора, не важно, литературного произведения или музыкального, должно пройти какое-то время? Современный мир принимает гениев другого масштаба. Легко и изящно аплодировать так, как аплодировали раньше. Современный мир принимает гениев бизнеса. Если ты миллиардер, зал встает, хлопает и несут цветы. И потрясающе. Все остальное до такой степени мимолетное, и как-то мешает жить и зарабатывать деньги. Очень узкий круг людей до сей поры, конечно, восхищен. Почему? Очень много талантливых людей. Просто мы их не принимаем, не понимаем, как кстати вообще гений трудно живет на свете. Тому примеров масса. И Моцарт, и Пушкин. Это человек, бегущий впереди времени, или рядом во времени, или в параллельном измерении. Современники не поймут. Да и больших художников, кстати, тоже не понимали. Леонардо тоже не очень богато, но не очень хорошо жил. И многое того, что он делал, как известно, тоже. И, кстати, Христа до сих пор тоже не понимают. И то, что он проповедовал, простите, не для всех еще дошло. И не для всех понято. Это всегда так. Гений – это из ряда вон выдающиеся, что вызывает не столько восхищение, сколько зависть. И уж непонимание точно. Гений. Что это такое? Почему у него получается, а у меня нет? Как-то нехорошо я себя чувствую при этом. Так я думаю. Ну вот, кстати, нередко богословы говорят о том, что Христа нельзя понять до конца, что Бог – это тайна, которую нельзя разгадать при жизни. Вот у меня вообще масса сомнений по этому поводу. И я много беседую с людьми, с богословами в том числе. Потому что, понимаете, как сказать, Христос ведь посланник. След верить надо в того, кто его послал, и слушать того, кто его послал. Тут очень много непонятного. Еще раз повторяю, вера не требует доказательств. Это вам любой скажет. Никакая вера. Вера – это то, веришь и веришь, и все. И больше ничего. И нечего задавать вопросы. В этой связи, богословие – это скорее изучение, чем постановка вопроса, так я думаю. И для людей, которые в этом не очень сильно понимают, скорее требуется сидеть и слушать, чем говорить. Потому что незачем говорить, если ты не знаешь о чем. С виду все легко и просто. Хотя, понимаете, понятие «Бог создал Землю за семь дней» тоже ведь довольно странное. Потому что для него семь дней – это может быть тысячелетие, а для нас семь дней – это 24 часа. Все как представляется, как правильно. Во всяком случае, совершенно убежден в том, что человек без веры жить не может. Я низко кланяюсь людям любой веры. Я фанатизм не приемлю. Но любой человек должен верить. Иначе жить невозможно. Верить до конца, что бы ни было. Ну а религия в данном случае – это необходимый атрибут для веры? Что, простите? Религия. Не слышу. Религия? Да, необходима ли религия? Потому что есть такая точка зрения, что очень популярная. Мне для общения с Богом религия и церковь не нужны. Ну, понятно, что мы говорили со священнослужителями, они считают, что это неправильно, что церковь – это тот посредник, который необходим. Как вы это видите? Во-первых, церковь – это не посредник. Это место общения. Тут очень много, и глубже гораздо все так, я думаю. Иной раз, когда мы говорим о том нарушениях, которые так часто нам публикует пресса, о священнослужителях, то следует напомнить, что не надо бы судить о вере, о церкви по привратнику. Церковь есть объединяющий дом. Дом Божий. Туда приходят люди, и совсем не обязательно общаться друг с другом. Они сообщаются с кем-то. И если это доставляет им душевное наслаждение или удовольствие, как хотите, то это должно существовать. Все, что объединяет людей и доставляет удовольствие, должно существовать, несмотря ни на что. Потом, согласитесь, ведь это довольно странно, если это не очень благостно, то существование тысячелетиями этого института вызывает тогда вопрос. Но ведь тысячелетия существуют. И пять тысяч лет, и тысячи лет, и больше. Значит, это доставляет людям духовное наслаждение. Наслаждение в прямом смысле этого слова. Им это приятно. Душевно приятно. А раз так, пусть будет. Альтернативы – делать, что хотите. Пусть театр приносит наслаждение. Кино, книжки, учеба в институте. Но все это, как вы видите, стремительно рвется, превращаясь в такой штрих-пунктир. То он доставляет наслаждение, то нет. А церковь, как была, так и есть. В противном случае, где людям собираться, чтобы стоять вместе плечом к плечу. Это очень глубокие понятия. И я не убежден, что за две минуты мы с вами очень точно дадим этому определение. Но я думаю, что это хорошо. Ну вот, известный публицист Анатолий Вастерман, он однажды сказал, он является атеистом. И он однажды сказал, что вера – это костыли. И лично ему костыли никогда в жизни не были нужны ни в прямом, ни в переносном смысле. Вот вам когда-то необходимы были эти костыли, или вы пришли к вере каким-то другим способом, как-то иначе? Я еще раз повторяю, человек без веры жить не может. Я не знаю, к чему ему вдруг пришли в голову эти костыли, но это не совсем так. Это не костыли. Это такой магнит, которому тебя тянет или не тянет. Это второй вопрос. Это как свечка в темноте. Идешь, что не идешь. Только не надо сразу определять, что я мотылек, лечу на эту свечку, сейчас я там сгорю. Нет. Вера – это как горизонт. Как мечта. Кстати, мечта исполниться не может никогда. Так я думаю. Желание – да, мечта не может. Иначе это не мечта. Потому что мечту надо передавать своему сыну или дочери, или внуку, который продолжил бы этот путь к мечте. Через желание. А не как вешки на болоте. Желание, 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 желание – мечтать там, за горизонтом. Будет она когда-нибудь? Нет, не знаю. Вера – это примерно то же самое. Надо просто верить. А дойдешь ли ты до конца, Бог есть. Не знаю. У нас звонок? Не знаю. Да, радиослушатели у нас сейчас на линии. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Я с другой стороны хочу спросить. Добрый день. Леонид Аркадьевич, вот когда вы… Я два года телевизор не смотрю, не знаю, есть это поле чудес, нету. Но я всегда удивляла, как у вас хватало терпения и нервов на ваших участниках передачи. Потому что, откровенно говоря, вернее, мягко говоря, там не очень умные люди приходили иногда к вам и устраивали из передачи балаган. Что вам помогало сохранять юмор и чувство духа? Спасибо. Спасибо вам. Вы не смотрите эту передачу два года. Я уже 29 лет. Да, вы ни разу не смотрели. Вы говорили об этом. Это, во-первых. Во-вторых, как только раздается команда «Мотор», я обязан, это я чувствую, я так живу, я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствия, вы по глазам определите, что мне это надоело. В-третьих, сидеть дома у телевизора, заложив ногу на ногу, попивая сладкий чай с булочкой, гораздо спокойнее, уютнее, чем стоять около барабана под этими софитами камеры, впервые попавшись туда, а там еще 300 зрителей, если не больше. Конечно, люди нервничают. И это неправда. Я совершенно не готов согласиться с тем, что какие-то забавные, да, но люди же разные. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь так очутился в зрительном зале или хотя бы там, в студии, вы посмотрите, какой там хохот. Есть великое и очень грустное понятие монтаж, потому что запись программы продолжается часа два с половиной. Это концерт. В зале хохот, все остальное прочее. В эфире час. Значит, надо монтировать сухомятку, оставляя технологию передачи, то, что должно быть, буквы, угад, неугад, а все остальное иногда, вот эта душевность, этот юмор на самом деле, этот хохот иногда вырезается. Остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает не пафос, но настроение программы. Тем не менее, я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. В следующем году 30. Я просто этого не понимаю. На самом деле, я ни капельки не шучу. Но люди так себя ведут на этой программе, вероятно, здесь им комфортно. Какую-то там десятую, двадцатую, тридцатую долю этого я беру на себя, все остальное от Бога. Понятия не имею. Но для того, чтобы это существовало, могу привести вам один пример. Чисто технологически. Дети ведь зажимаются ужасно. Дети зажаты страшно. Иной раз гораздо больше, чем родители, потому что передачи, сколько ни говори, они их шпыняют. Вспомни, запомни там и так далее. Иногда какая-нибудь бабушка начинает, тебе говорят, я уже не буду делать. И это все знают. Я беру его за руку, и запись не останавливается. И мы с ним идем в коридор. И я ему там в коридоре говорю, видишь, никого нет, спой мне, что ты хотел спеть-то? И он мне там в коридоре поет. И мы с ним вместе с этой песенки входим в студию. А все понимают, и зал знает, и съемка продолжается. И мы подходим к барабану. Я ему говорю, слушай, потрясающе, ты молодой, только единственный первый куплет, не расслышал. Спой, а? И он начинает спеть, и это входит, и это идет в эфир. А этот кусок, согласитесь, ну, теплый, он исчезает. Может быть, поэтому такое ощущение. Ну, монтаж. Великое и очень грустное изобретение. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Леонид Якубович у нас сегодня на прямой связи в программе Абонент Доступен. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу Абонент Доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев и на прямой связи по скайпу с нами сегодня Олег Якубович, телеведущий, писатель и народный артист России. Леонид Аркадьевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. А как, кстати, правильно? Лабос вакарес? Лаб-вакар. Да. Лаб-вакар, да? Вечер еще не наступил. Поэтому лаб-вен. Еще не вечер. Я что-то помню. Ну, это любимый край. Я столько раз был в Балтике. Везде. Очень люблю. Телефон напрямого экира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю и пишите по WhatsApp 230-6191. Ну вот, мы затронули тему поля чудес, и я хотел уйти от телепрограммы, но как раз к Алексею Толстому, потому что поле чудес подразумевает страну дураков. И вот этот вот смысл, который в книге Буратино как раз заложен, на ваш взгляд, насколько это справедливо и вот эта вера человека в чудо или вера человека может быть ну да, в чудо все-таки. Вот насколько она свойственно умным людям в том числе? Во-первых, давайте определим, что такое страна дураков. Ибо в книжке, как известно, в стране дураков живут очень умные люди, очень веселые, очень забавные. Мир вывернут наизнанку. Много веков дураков держали при себе, чтобы они создавали хорошее настроение. Дурак – это такое очень относительное понятие совершенно в перевернутом современном понимании. Я не считаю, что эта грубая форма относится к этой передаче. Она ведь... Не надо так ее вообще говоря препарировать. Передача для хорошего настроения, просто для настроения. Больше ничего, нет никакой задачи. Ни политической, ни экономической, ни воспитательной. Никакой. Один час. Человек должен отдохнуть. Хочешь, иди пей чай. Хочешь, смотри, хочешь, не смотри. Не более того. Если тебе при этом хорошее настроение, замечательно. Я, кстати, один раз получил потрясающее письмо насчет страны дураков. Но я сейчас там дословно не помню, но там был напис... Писал какой-то... Как раз человек, видимо, из этой страны или из другой страны, из страны умных, он написал, что 25 лет смотрю эту передачу, не могу понять, какого черта в эфире это дерьмо. Я выпил назад, что ты смотришь тогда 25 лет, но тебе не нравится? Ну, не смотри. Еще раз говорю, но это телевидение. 100 тысяч программ. Хочешь, переключай, хочешь, смотри. И повторяю, это не та передача, которую стоит рассматривать с точки зрения теории правильности и неправильности. Это отдых. Не более того. А вот чего вы там спросили, я за разговором да и позаблю. Вера в чудо. Ведь, если, конечно, упростить, она ведь свойственна не только, скажем, людям с низким интеллектом, так если мягко скажем, но и людям с высоким интеллектом. Это, в общем, не всегда зависит от того, насколько... Послушайте, никакого отношения к угадыванию букв эта программа не имеет. Это момент общения, не более того. Тут очень много все как бы сетовали по поводу того, как там едят на передаче. Все перевернут с ног на голову. Ничего подобного. Я перед началом каждый раз этого не скрываю, кстати. И это на самом деле так, это старинная русская, не только русская традиция, приезжать в гости со своей едой. Ваши бабушки и дедушки под Новый год ходили со своим салатом оливье с еще чем-то в гости. А как же иначе? Ко мне приехали люди. 300, 400, 500, 700 человек. У нас не статисты, у нас зрители. Когда кончается передача, я говорю, ребята, вот все, что здесь на барабане, плюс все, что привезли игроки, это все ваше. Единственное, пустите вперед детей, так всегда бывает. Подходят дети, едят сладкое, потом подходят взрослые, выпивают, закусывают, тут за столом, за барабаном. Очень хорошо. Они приехали в гости, замечательно. Это момент общения для всех. И для тех, кто стоит за столом, потому что для них ведь самое главное показать остальным, кого они давно, может быть, забыли, уж своим родственникам, уж они живые и здоровые. Кому-то передать привет, кому-то сказать спасибо. Привезти что-нибудь вкусненькое, кстати, все вкусное немедленно раздается по залу детям. И эта традиция неизменная, вот уже 29 лет. Там такая домашняя, теплая обстановка, как бы если бы они пришли ко мне домой. Я этого добивался, вот и все эти 20 лет я этого добивался и добился. И все так, и зрители, и игроки, все так. И никак, иначе они у меня дома, они у меня в гостях. Поэтому они так себя ведут. Ровно как будто мы все в этом мире существуем. Если кому-то не нравится, ребят, вон дверь, идите в другие гости. Я что против, что нет. Но у вас до этих годов не было желания уйти с этой программы? Вы на секунду задайте этот вопрос, скажем, артисту какого-нибудь малого театра, который тысячный раз играет спектакль. У него не было желания уйти со сцены. Это работа. Работа, которая мало того, что должна доставлять удовольствие мне, значит, должна доставлять удовольствие тем, кто в этом участвует и тем, кто на это смотрит. Как только повторяю, я потеряю к этому интерес или удовольствие чисто профессионально. Глаза не обманут. Вы тут же определите, что мне это надоело до чертовой матери. Ну и все, я уже поставлен в это условие. Это уже крест. Его надо нести. Ну что сделаешь? Так, значит, сложилась судьба. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Слушаем вас. Меня зовут Аркадий. Да, Аркадий. У меня вопрос к вашему гостю с небольшим вступлением. Мало кто знает, что ваш гость очень хорошо играет в русский бильярд. Мне даже посчастливилось много лет назад в Риге проиграть ему одну партию. И у меня в связи с этим вопрос. Господин Якубович, вы гоняете шары до сих пор как успехи? Гоняю, гоняю. Спасибо. Когда время есть, гоняю. Бильярд, это, кстати, вот еще одна сторона момента общения. Как известно, в любой игре, в том числе и в бильярде, существует три типа. Они абсолютно психологически разные. Это игра с товарищем, игра на деньги и турнир. Психологически я не способен играть на деньги, я совершенно не способен выступать на турнирах, но с друзьями я провожу время с удовольствием. Причем это может быть застольная карточная игра, это может быть бильярдный стол, это может быть просто бесконечные ночные беседы до утра, но всегда у меня в доме люди, с которыми я с удовольствием выпью вторую рюмку. У меня практически не бывает иных людей. Может быть, я много от этого теряю, но как-то так уже устроилось, уже меняться я не буду. Что называется, у меня только свои, чужих нет, не бывает. Но вы стремитесь... В том числе вероятный этот милый человек, который сыграл со мной партию. Но вы стремитесь сегодня к уединению? Так я всегда одинок. Я бесконечно одинок, как все, абсолютно, я убежден, это все творческие люди. Это такое одиночество в толпе. Ты вроде вот все улыбаются, все жмут руки, никто не понимает, чем ты занимаешься, и как-то ты туда никого и не пускаешь. И самое счастливое время это ночь или кабинет. Если закрывается дверь, и в эту секунду выключаются все телефоны, мои близкие туда не входят, потому что я работаю. И это объяснить невозможно. Иногда я работаю, иногда я просто смотрю в потолок, но тем не менее что-то происходит, потом я вдруг вскакиваю, бегу, ночью могу вскочить. Это скажет любой человек. Это то же самое, как понять состояние актера перед выходом на сцену. Невозможно тронуть. Это очень хрупкая история. Ты проткнешь эту незримую совершенно пелену, которая только-только начинает вокруг тебя создаваться. И в этой вот пелене, в этом образе ты и должен выходить на сцену. Не дай бог, чтобы тебе в эту секунду кто-то подошел. Или ты не актер, иначе ты ремесленник. Такие тоже есть. Но у них другая психологическая установка. Они могут совершенно спокойно за кулисами разговаривать о том, что надо это, то, пятый, десятый, банк сходить заплатить. Потом говорят, ваш выход, он идет на сцену и играет. Но я признаю других. И я таких слышал, я таких видел. Они, в общем, странны. Перед выходом на сцену все это знают. И люди, которые приходили или сейчас приходят в театр за много часов до спектакля и сидят в гримёрке и настраиваются мне ближе. Человечески ближе. Возможно, это мое личное представление о прекрасном, но это так. И я знаю, ну, у меня есть человек, с которым я знаком, не соврать, чтобы пятьдесят примерно шесть лет. Вот он из таких. Он очень хороший актер стал. И это на самом деле так. И вы его прекрасно знаете. Это Геннадий Викторович Казанов. Совершенно и потрясающая работоспособность и удивительной самоотдача, который на английском языке это называется self-made man, который сделал сам себя. Это совершенно точно. Я повторяю, я видел таких людей. И Лёнечка Каневский. Много. Я видел Раневскую на сцене, я видел её за кулисами. Ну, это что-то богоподобное. Это что-то из другого ряда. Счастье. Для меня счастье. Я видел великих. И в театре, и в кино. И я счастлив. Это правда. Ну вот, о великих в фейсбуке пришёл вопрос. Лаймона спрашивает у вас, много ли сейчас журналистов, как друг Леонида Ракадьевича Влад Вистик? Я, я, кстати, не очень убеждён, что к нему относятся понятия журналист. Это что, он из какого-то другого ряда. журналистов, ну, но хороших, исчезает жанр, ибо формула, кстати, наверное, очень точная, лучше соврать, но быть первым, чем сказать правду, быть вторым, теперь является таким кличем для всех, кто позволяет себе писать, под названием «Я журналист». Ну, вы же открываете, откройте газеты, слушайте, что вам говорят по радио, интернет, вот. Никто же не, 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 не ты бы пощечины, который когда-то, давным-давно, получил бы любой подлец, который сказал грубое слово, например, о женщине. Чего подобного сейчас не происходит. Пощечины, это ведь не только физическое действие. Это отношения. Понимаете, едино же засолгавши, кто тебе поверит. А тут льется в стране журналов и газет такое же, трудно рассказать словами. Я перестал это читать. Ну, я, конечно, читаю это в самолете, просто потому что делка я чего. Очень мало хороших журналистов. Очень. Но я знаю одного потрясающего, который через много лет пронес понятие журналистики. Это Юра Рост. Я очень по-доброму отношусь к Паше Густеву, главному редактору московского комсомольца, который, несмотря ни на что, каким-то загадочным образом еще держит марку по-настоящему. Конечно, проскакивает, но все-таки в рамках. Я очень не люблю. Вы почитайте, что про меня пишут. Я тоже, вы понимаете, поразительно, что вы со мной сегодня вообще разговариваете. Я года уж пять как умер. Читайте, там везде, до сих пор на базе. Сколько раз писали, что вы уже умерли. Ну, умер же, ну, а вы тут со мной разговариваете. То есть, все-таки вы верите в загробную жизнь. Технологии творят чудеса, как известно. Ну да. Ну, ребята, к сожалению, понимаете, чтобы писать хорошо, надо быть Хейли. Надо влезать в тему, черпивать ее до конца, чтобы быть достоверным. Чтобы писать плохо, не надо ничего. Хотите пример? Я могу вам... Ну, вы мне даете сейчас название пьесы или кино. Коротко говорите, о чем там говорится, и двух действующих лиц. Минут пять мне потребуется, чтобы разгромить это к черту и матери, что туда больше вообще никто не пошел. Ну, минут пять. Для этого мне просто ничего не надо. Вы скажите, что надо? Разгромить, пожалуйста, я вам все угодно найду. А вот, чтобы писать хорошо, мне надо будет раз шесть сходить на спектакль с разными составами, понять, почему так, почему сяк, что они чувствуют. Ну, думаю, что придется очень длинно беседовать с исполнителями, чтобы проникнуться, и тогда, быть может, то, что я напишу, будет конструктивно. Критика вообще должна быть конструктивной, иначе это не критика, а болтология. Если что-то отвергаешь, предложи, если ты в этом понимаешь. А если не понимаешь, нечего писать. К сожалению, к сожалению, слово, как говорится, слово к слову, а вот написанное на бумаге, это уже преступление. И убить может любое написанное на бумаге слово. Печально, но факт. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Задавайте вопрос. Задаю, задаю, задаю. Леонид Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот вы интересуетесь, что происходит, например, в Прибалтике? У меня такое впечатление, что вы там хорошо устроились в Москве, так сказать, и вам до лампочки сотни тысяч русских брошенных. Например, вот сейчас происходит реформа, так сказать, школы. Да, вопрос ваш какой, Александр, чтобы вы здесь мог ответить. Вопрос такой. Как вы, как вы считаете, вот перевод школ на латышский язык, это относится к области воспитания или к области образования? Да, спасибо вам. Вот такой вопрос отслушательства. Да, я правда не понимаю, почему этот вопрос адресован ко мне, но бог с ним. У меня есть ощущение, что мир сошел с ума. Это, кстати, относится к вере или безверию. нет веры, происходит то, что происходит. Есть, зря вы считаете, что меня это не интересует. Меня это не столько интересует, сколько волнует. Это вполне естественно, потому что это же к человекам относится. Я очень сожалею, что мы переехали жить в 20-й век, не в 21-й, а в 20-й. Ежели бы мы жили, например, в 19-м веке, где-нибудь в серединке, то, может быть, мы как бы по-другому чуть относились, дружки к дружкам. Человеки разные, и у человека границ нет. Все остальное в 21-м веке деньги. Кво продаст, не мной сказано, кому выгодно. С другой стороны, только не надо воспринимать мои слова впрямую и в лоб. Я хочу порассуждать на эту тему. Это, конечно, очень обидно и очень грустно, когда людей заставляют что-то делать. Нельзя никого с хрустом что-то заставить делать. Но ведь приезжая, скажем, в дом, мы приходим в чей-то дом, там есть свои обычаи. Например, снимать ботинки. Хотя это не очень... У меня в доме не снимают ботинки. Но есть люди и снимают ботинки. Я приезжаю там какой-нибудь мусульманскую страну, там принято ходить так, вот в мечеть, например, снять ботинки, ходить босиком. Но есть правила жизни в обществе. Ты можешь их принимать или не принимать, но вообще хотелось бы, чтобы ты как бы с уважением относился к тому принятому, к той традиции, в которой живет страна. Повторяю, насадить это силой нельзя. Иначе это трагедия. Воспитывать так детей, наверное, можно. В том, что если ты здесь живешь, то надо разговаривать на двух языках. Дома у тебя родной язык русский, пожалуйста, всем здоровья. Если это Латвия, говори на латвийском, по крайней мере, знать этот язык надо, ты здесь живешь. Равно так, как если я живу в России, то я говорю на русском языке. Если я поеду в Англию, там будет очень приятно, если я начну разговаривать на английском. Меня никто не заставит. Если я не могу разговаривать на английском, со мной будет переводчик, и они поймут и будут улыбаться моему смешному акценту или моим грамматическим ошибкам, которые я делаю. Нельзя заставлять людей. Но воспитывать в этом, я думаю, вот как раз может церковь. Вот я думаю, что это единственный институт, потому что больше я ничего перестал понимать. я многое чего не понимаю. Я не понимаю, как любимые мной страны, где я сто раз был, и вспоминаю с благостью об этом. Оказывается, теперь я туда не могу ездить. Я не понимаю этого. Я не понимаю, я на самом деле не очень верю в то, что пишут газеты. Я могу ошибаться, но я представить себе не могу, чтобы такая злоба сыпалась отовсюду. Не представить это невозможно. Мягче, ребята, еще раз говорю, мы очень мягкие, очень ранимые существа человеки. На каком бы уровне это ни находилось, политики, ну хоть пусть там все волосы друг к другу вручут. Все равно ведь хотим мы или не хотим, бизнес существует и не знает границ. Пусть и человеколюбие не знает границ. Спокойнее, все спокойнее. Иначе у меня такое ощущение, что где-то рванет. Что-то до такой степени напиталось злобой, что где-то это вдруг рванет, и я очень боюсь, что это состоится при моей жизни. Очень не хочется. Очень не хочется. Поэтому я думаю, мне очень бы хотелось верить, что все это пыль, что все это сойдет. Так было уже много раз, эта пена была столько раз, и в 17-м году, и в 18-м на стыке, на сломе вот этих формаций, на сдвиге этих тектонических принципов происходит черт-те знает что. К сожалению, как говорят японцы, самое грустное пожелание врагу это, чтобы ты жил во времена перемен. Что мы с вами делаем все время? У нас вообще никогда не было Японии, чтобы что-нибудь где-нибудь не менялось. Нас все время ломаются. Дайте пожить спокойно. Жалко. Очень жалко. И грустно невероятно. Так я думаю. Тем не менее, лоб вакар. Насторожно это сказать. Известно о вашей любви к авиации. Вот полет, чувство полета, это возможность подняться над суетой, или у вас другие ощущения? Абсолютно точно. То есть, возможность подняться очень много раз я говорил об этом. У меня, ну, во всяком случае, когда я был еще в малой авиации, что называется, существовал такой немой день. Придешь, скажешь, ребят, у меня немой день. Ну, что ты? Садился со мной кто-нибудь, мы поднимались в воздух, особенно зимой. Метров 300, 400, 500, смотришь, машинки маленькие, людишки маленькие, все твои проблемы ровно такие же, маленькие. Два, три, пять, десять минут. Садишь, иди отсюда, и начинаешь летать сам. Совершенно потрясающая штука. Я когда с курсантами встречаюсь, на вопрос, к чему люди любят летать, я нашел очень хороший ответ. Люди, когда самолет летит, куда смотрят? Вверх. В небо. А когда Богу молятся? Тоже в небо. Да, конечно. Вот вам и весь ответ. Это что-то нет. Там живут, в этом, конечно, потрясающе, совершенно великие люди. Я их боготворю. Все, кто там в небе. Для меня это восторг, счастье. Судьба мне подарила, конечно, великая. Ну, что ж, спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент Доступен. Леонид Якубович был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго, и до свидания. Спасибо и вам всего доброго и спокойной вам жизни. До свидания.